Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас глава Шмот. Мы вчера остановились на том, что Маше отправляется в Египет. А Гарон его встречает. Обрадовался в сердце своем, так как Всевышний сказал. Он говорит, кто это у тебя? Маша говорит, это моя жена Цепора, это мои детки Гершом и Лиезер. Всесильный сказал тебе вывезти евреев из Египта. У них очень тяжелая, жесткая жизнь. Ты берешь свободную женщину, свободных детей. Они не рабы. Для чего тебе их вводить в Египет и потом оттуда выходить? Зачем такие страдания нужны твоей семье? Отправляй их назад в Медьян. Маше счел это правильным и отправил свою семью назад к своему тестю в Медьян. Дальше Маше приходит с Гароном. Он все ему рассказал. Они собрали людей. Они объяснили старейшинам. Людям объяснили, что Всевышний открылся. И Маше показал все эти знамения, которые Всевышний ему показал. Мы знаем, что Всевышний сказал ему брось палку на землю. И он превратился в посох змея. И после этого он всунул руку за пазуху. Она стала белая, как снег. То есть невероятно что-то происходит. и в конце концов третий взял из Нила воды и вылил на землю. И вода превратилась в кровь. Естественно это было что-то невероятное. Да и Всевышний говорит. Говорит он я открывался врагам Ицхаку Якову, но своей божественной сущности я им не открывал. И тех чудес которые они видели им было достаточно. Но такого то что делают Всевышний здесь в Египте это никто до сих пор на земле не видел. После этого написано что Маше с Агароном идут во дворец к фараону. Старейшины с ними пошли тоже. они услышали не поверили в Бога идут но то что они видят по дороге для них был просто шок они сильно испугались они видели много убитых евреев много уничтоженных тел изуродованных и конечно они постепенно постепенно они это не выдержали и они убегали. Маше с Агароном они решили раз все вышли нам это поручил то значит если так значит мы отдадим жизнь и они шли когда они уже подходили ко дворцу там было очень много входов во дворец и их охраняли дикие звери ну египтянины их спустили там львов тигров волков но всевыш все вышли сделал так что они просто прекрасно начали к ним относиться начали с ними лащиться лизать им ноги страшники не осмелись подойти это было чудо невероятное Маше сказал что он с поручением фараона Всевышнего и страшники его пропустили Медраж говорит что это многим из них стоило жизни за то что они пропустили фараон был этим недоволен кого-то лишили работы а кто-то воплотился жизнью дело в том что в этот момент был день рождения фараона и со всех стран приходили дарить подарки они сочли что это одни из тех людей которые пришли дарить подарки фараону так Маше и Агарон оказались перед фараоном Маше с Агароном сказали что отпусти народ мой нас послал Ашем бог евреев чтобы евреи пошли служить в пустыню а фараон говорит я не знаю кто такой бог евреев и он говорит сейчас мы посмотрим записи естественно он хорошо знает что сделать всевышний Египту когда там было врагам он все четко знает это он просто издевается и пытается перелистали все книги ему и нигде не числится бог евреев всех стран мира перечислили богов нету вашего бога такого бога я не знаю евреев тоже не отпущу и что вы машея гарон отвлекаете сынов Израиля от работы вы идите к своим трудам для того что левиты рабами не были это еще Иосиф сделал так что они равнивались к жрецам левиты потому что они действительно были священнослужители в Египте это нормально вот машея гарон левиты идите к своим трудам а народ отвлекать нечего и он говорит надо ихнюю работу устрожить то есть они делали кирпичи собирали сено солому глину и делали кирпичи обжигали в обжигании то есть целая работа он говорит теперь сено и солома вам дано не будет иди сами ищите солому а количество кирпичей наложите на них такое количество какое было на них возложено и раньше в общем поняли сыны Израиля что попали в беду особенно это коснулось еврейских насмотрщиков потому что они были праведниками и они не могли говорить людям заканчивайте работу в тот же срок и на количество кирпичей не уменьшайте в общем это было страшное наказание и избивали египетские надзиратели надсмотрщиков еврейских и они сильно страдали в конечном итоге мы знаем что все вышли их наградит они будут старейшинами в пустыне вот так вот то есть ситуация страшнейшая Маше выходит и он говорит все вышли вы все вышли что же ты сделал стало только хуже народу этому а избавить ты не избавил народа своего в общем ситуация только накаляется а на сегодня наш урок заканчивается всем браха браха нам мазал то что мы это время не грешили учили тору всем все самого на лучшего и до следующих встреч надеюсь нас состоится завтра 15 часов шалом до Продолжение следует...